Музыка Старинная арабская пословица гласит Кто путешествует, тот познает Вы смотрите программу Мир глазами мытищенцев Вместе с жителями нашего района Мы будем путешествовать по разным странам мира И узнавать много интересного и познавательного Сегодня мы отправимся в Смоленск Смоленск один из древнейших городов России Он расположен в 378 километрах к юго-западу от Москвы В верхнем течении Днепра Он имеет выгодное географическое положение На путях из Москвы в Беларусь, Прибалтику Страны Центральной и Западной Европы Существует несколько версий происхождения названия города Так, например, есть версии о том, что оно восходит к названию реки Смоленск Старославянская Смоль, Чернозем Самая распространенная версия происхождения упоминает путь из Варяг в Греки Город находится на окончании места, где переволакивают корабли из западной Двины в Днепр Этот волк проходил по первоначальному месту возникновения Смоленска Где местные ремесленники смолили лодки торговцев Смоленск является одним из первых городов Руси В датированной части повести временных лет впервые упоминается под 862 годом как центр племенного союза Две самых главных смоленских достопримечательности – это Смоленский Успенский собор и крепостная стена Эти сооружения уникальны, их самобытность заключается не только в архитектурных особенностях и героической истории Но и в том, какую роль они играли в судьбе Смоленска и его жителей Успенский собор находится на высоком холме и виден практически с любой точки города Величественное строение с отливающими золотом куполами возвышается над путниками, поднимающимися по ведущим в храм ступеням Уникальный иконостас, тысячи свечей и пений хора Собор торжественен и прекрасен всегда, но особенно во время службы Смоленская крепость – это еще один из символов города Она кольцом опоясывает центр Смоленска Башни и прясло можно осматривать в пяти минутах ходьбы от главной площади А можно совершить длительную прогулку по холмам и у Днепра Ничуть не меньше достойны вашего внимания церкви и постройки 11-12 веков Исторический музей и музей Великой Отечественной войны А также музеи, расположенные непосредственно в крепостной стене Громовая башня и музей русской водки Аллея славы – памятник героям войны 1812 года Музей «Русская старина» с богатой коллекцией произведений и искусств разных эпох В которой есть даже неморской пейзаж Айвазовского и уникальная работа Фаберже Музей «Русская старина» А потому что через эти ворота смоляки ездили к икру с почками для золотой Вода эта была нужна для хозяйственных каких-то нужных И в поле вот это яркое желтенькое здание Похожее на ваз То есть простые люди Это начинался и отсюда он начал расти на берегах Невровских Собор – это самый главный, самый большой храм нашего города И наиболее почитаемая икона в этом соборе – икона Божьей Матери Атигитрии Здесь Малецкий Лен и когда-то здесь был Троицкий мужской монастырь Ну о нем я вам еще расскажу А вот немножко о нашей Атигитрии И вам вчера рассказывали о ней Этой иконе, которую вы видели в соборе Эту икону Евангелист Лука Живой Богородицы И Богородица, как говорит предание, видела эту воду И благословила ее сыну Владимиру Мономаху А он эту икону Мой Богородицы Ведь Лука писал когда-то с натуры связи Надо сказать, что Смоленск город такой толерантный Можно сказать в плане веры У нас до революции было несколько синагог Было три костела в городе Потому что очень большой была польская диаспора Была лютеранская кирха Потому что в городе проживали и немцы Их может было не очень много, но тем не менее они были И диаспора их была такой достаточно Это Спасо-Преображенский собор Который был построен в 18 веке Принадлежал когда-то Авраамевскому мужскому монастырю Вот мы на хранцузов А вот монастырь уже на этих землях находился с 13 века То есть тоже намоленное место Место, где богослужения идут с 13 века почти уже 7 столетий Правда, древних построек не сохранилось Сохранился вот уже этот более поздний собор Сейчас возрождают Авраамевский монастырь Они возрождают вот эту общину Авраамевскую Кто такой Авраами, я об этом расскажу вам в соборе Играет музыка Играет музыка Храм сильно пострадал во время войны 1812 года Можно увидеть застрявшее в стене французское ядро А мы идем к знаменитой крепостной стене Смоленска Перед нами открываются вот такие чудесные виды и красоты Нам исключительно повезло с погодой Пушистый снег аккуратно осыпал деревья и дома Создается ощущение сказочности Играет музыка 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 Однако мы стремимся дальше. Все по программе. Костюм не действует. И ремонтах, и утварь новая какая-то нужна. Смотри, что ты перестала работать. Смотри, что ты перестала работать. О чем мы не жалеем? Смотри, что ты перестала работать. 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 В 17 веке, когда освобождали Смоленска от польско-литовских интервентов. Смотри, что ты перестала работать. 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 В сказочном домике-теремке можно увидеть изделия талашкинских мастерских, керамику Рериха, расписные балалайки. Смотри, что ты перестала работать. Смотри, что ты перестала работать. Он был построен. Его заполнили картинами, акварелями, скульптурой. На обучение принимали детей различных сословий. Занимались не только общим образованием, но и художественными ремеслами. Появился здесь и театр. А самое главное, были открыты художественные мастерские. Вышивальная, резная, гончарная. Живая... Вот здесь... И занавес. А вот мы здесь восстановили занавес. Поднимаемся на гору. Здесь стоит церковь Святого Духа. Ее расписывал Николай Рерих. Отступления от православного канона стали причиной того, что храм так и не был освящен. К сожалению, росписи не сохранились, но над порталом церкви осталась мозаика Рериха. Спас нерукотворный. Дорогие мытищенцы, берите видеокамеру в своей поездке и присылайте нам свое видео. Пусть удивительные уголки мира увидят все. Будем путешествовать вместе. Редактор субтитров А.Семкин